В преддверии 19-го Петербуржского международного экономического форума нетрудно было уловить скептические настроения мировой общественности, принимая во внимание слова Барака Обамы. Мы настроили мировое сообщество таким образом, что Россия мгновенно оказалась в изоляции. Однако изолировать Россию оказалось не так-то просто. Наша компания верит в Россию, причем уже многие-многие годы. Эта страна дает огромные возможности для бизнеса. Мы хотим и дальше работать здесь. Россия – крупнейшая газовая держава. Здесь мы развиваемся, продолжаем инвестировать в масштабные проекты, такие как Ямал-СПГ. Нам интересна разработка нового месторождения. Мы не видим причин прекращать бизнес в России. Это огромный рынок, у нашей компании здесь отличные показатели, и мы надеемся, что сложившаяся ситуация вскоре разрешится. В Петербург съехались 10 тысяч предпринимателей, ученых и политиков из более чем половины стран мира. Сделки заключали одну за другой. Новые газопроводы, совместные европейско-российские проекты, соглашения о сотрудничестве и не только. Контракты, подписанные у этих стендов, заключены на миллиарды долларов. Это, безусловно, демонстрирует, что Россия, несмотря на попытки изолировать ее, по-прежнему привлекает крупный бизнес. Однако события, происходящие вне этих стен, не внушают ни капли оптимизма. Пока шел форум, Евросоюз решил продлить антироссийские санкции, что, однако, ни для кого не стало неожиданностью. Президент России Владимир Путин впервые публично высказался в отношении ареста российских активов в Бельгии и Франции. Сообщается, что аресты связаны с судебным решением по делу ЮКОСа, российской энергетической компании, чьи активы распродали за масштабное налоговое мошенничество. Тем не менее, Европа считает, что западным инвесторам нужно выплатить компенсацию – 50 миллиардов долларов. Здесь определенно прослеживается связь с Петербургским экономическим форумом. Думаю, в решении суда арестовать российские активы есть политическая составляющая, которая могла стать побудительным мотивом. Возможно, это была попытка оказать давление и испортить настроение в Санкт-Петербурге, напомнить всем о конфликте между ЕС и Россией. Россия решение суда не признала, пообещав дать симметричный ответ. Это может означать, что напряженность лишь усилится, и пострадают обе стороны. Остается лишь дождаться, пока профсоюзы и акционеры компаний, которые пострадали от санкций в Германии, Франции, Великобритании, скандинавских странах, а также странах Бенилюкса, начнут оказывать давление на свои правительства, чтобы те положили конец этой бессмысленной и убыточной для всех затеи. И по завершении форума стало ясно, что европейским рабочим и предпринимателям с европейскими бюрократами все чаще не по пути. Мурат Газдиев, РТ, Санкт-Петербург. Мурат Газдиев, РТ, Санкт-Петербург.